Сегодня стало известно, что прощание с бывшим начальником Березняковского ОВД Анатолием Муфелем состоится завтра в 10.30 в КДЦ по адресу Березняки, Льва Толстого, 50. К другим темам. В Пермском крае завершено расследование нападения 26-летнего парня на пенсионерку. Подробности этого и других криминальных происшествий уже готова рассказать моя коллега Елена Джан в традиционной патрульной рубрике. Елена, добрый день. Так что же случилось? Приветствую. Разбойное нападение произошло в начале февраля в Краснокамске. Бабушка обратилась в полицию и сообщила, что на улице Бумажников на нее напал неизвестный мужчина. Угрожая ножом, он отобрал сумку, в которой находились документы, банковские карты и кошелек с деньгами. Более 13 тысяч рублей. Он как в черт из табакерки выскочил. Откуда он выскочил? И схватня за сумку. А сумка у меня была на руке. Вот здесь она у меня висела всегда. Оперативники составили список предполагаемых преступников и показали потерпевшие фотографии вероятных злоумышленников. На одной она узнала своего обидчика. Им оказался ранее судимый житель Краснокамска. Мужчина сознался в нападении, рассказал, что половину похищенных денег потратил на выпивку и еду. Еще 5 тысяч рублей сотрудники полиции изъяли у задержанного. Завершено расследование. Материалы уголовного дела направлены в суд. Тем временем в Александровске прокуратура приняла меры в связи с нарушениями законодательства. В рамках исполнения обязательств по содержанию кладбищ во Всеволодовельве и селе Усть-Игум между администрацией округа и местным индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на оказание услуг. Однако подрядчикам нормативное содержание кладбищ не обеспечивалось. Кроме этого выяснилось, что специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории округа не создана. По результатам проверки прокурором главе администрации внесено представление об устранении указанных нарушений законодательства. И в завершении новость из Куиды. Там инспекторы ГИБДД обнаружили водителя с поддельным удостоверением. В одной из апрельских ночей сотрудники Дорожно-патрульной службы остановили автомобиль «Лада Гранта» для проверки документов. За рулем транспортного средства находилась жительница Октябрьского района 1987 года рождения. Автоледи предъявила водительское удостоверение, которое вызвало у госавтоинспекторов сомнения в его подлинности. Дорожные полицейские проверили его по базе. Оказалось, что водительское удостоверение женщине не выдавали. Документы изъяли и направили на экспертизу. Выяснилось, что права напечатали на обычном принтере. Девушка пояснила, что в 2020 году муж подарил ей автомобиль. Она прошла обучение в автошколе, но не смогла сдать экзамен в ГИБДД. Тогда она решила приобрести документы в сети интернет. Подозреваемая призналась содеянным и дала признательные показания. Продолжение следует...